Будем говорить о том, что препятствует нам видеть сны, и каким образом увеличить количество снов. Что очень важно, так это, чтобы у нас была постоянная привычка спать. Чтобы у вас был нормальный цикл сна. Также, если это возможно, избавьтесь от ваших будильников. То, что происходит утром, взрывается будильник, короче, сон у вас тоже такой рассеивается сразу. То есть вы просыпаетесь тоже в таком испуганном, возбужденном состоянии из-за будильника. И нужно просыпаться очень постепенно из сна. И, как я называю, когда вы переходите на этот перекресток, когда это период между сном и бодрствованием, это самый лучший период для того, чтобы толковать ваш сон. В тот момент начинайте разговаривать с Духом Святым и спрашивать его, задавать вопросы. Попросите его помочь вспомнить сон. И начинайте проигрывать внутри себя этот сон в этом промежуточном состоянии, когда вы еще полностью не проснулись. Начинайте как бы полностью видеть общую картину сна. You're going to either write it down on a notepad. Заметьте этот сон, запишите его либо в блокноте. Or if you have a little hand recorder, begin to speak it into that recorder. Либо если у вас диктофон есть, то просто проговорите, наговорите, что вы видите, видели. Если вы не замужний, не женатый, то вы очень легко можете использовать диктофон. Поскольку никто не будет рядом лежать и слышать, как вы будете разговаривать в 3 часа утра, то есть ночи, 4 часа. Но если вы замуж или женатый, то лучше используйте технику письма. Иначе же вы очень-очень расстроите вашего супруга или супругу. Если вы проснетесь и начнете разговаривать, ну, вслух произносите, что вы видели сиреневого слона, который улетел в вашу спальню. Очень важно также дать название сну и записать дату, когда вам приснился сон. Также заметьте то время, когда вы проснулись. Очень часто время ваше пробуждение будет соответствовать какому-то стиху из Библии. Однажды, один раз, я проснулась 3 часа 16 минут. И там говорится о том, как стражи бодрствуют нас. То есть Бог меня пробудил о том, чтобы я была бодрствующая. И даже заметив то время, когда я проснулась, Бог смог свое слово сказать мне. И у одного человека был сон, и ему снится, что он находится в тюрьме. И ангел является ему и говорит ему, чтобы он поговорил к тюремным стражам. И сказал, что я повелеваю вам, как бы, врата тюремные раскрыться. И чтобы цепи спались, их рук. И то, что их держит, как бы. И человек говорит, я не могу этого сделать, а что если я скажу, и ничего не произойдет. И снова человек ему сказал, нет, ты скажи дверям этим, скажи вратам тюремным, и это произойдет. И в послушании человек начал говорить этим дверям, вратам, и они открылись. Когда он проснулся, это было в 7 часов утра, 11 минут. И я начала спрашивать Господа, с каким вообще это стихом может коррелировать в Библии. И он говорит, это Исайя 61.1. Где говорится о том, чтобы открыть врата темницы и освободить узников. Исайя 61.1, и он проснулся в 6 часов. Да, 61.1, а проснулся в 6 часов 11 минут. Вот так вот, цифры. So just by moving the colon over. Просто передвинув двоеточие, как бы, с одной стороны в другую. And looking at the essence of what his dream was communicating. И больше рассмотрев сути его сна. You're able to go to scripture and find verses that will match it. Вы сможете найти точные, как бы, подходящие стихи из Писания. Because we always want to go to the scripture. Так как мы всегда хотим увидеть, что же Писание говорит. To see if there's a foundation or a principle that God is communicating to us through the dream. Может быть, какой-то фундамент, какой-то принцип есть, который Бог хочет нам донести через сон. И очень часто время пробуждения нашего, это может быть ключом. The other thing that you want to do with, to increase your dream life, is try not to be what I call a violent sleeper. Someone who tosses back and forth. А, также, что необходимо сделать, не надо быть таким беспокойным, спящим человеком, который постоянно переворачивается с одной стороны на другую. По статистике, если вы спите на своей спине, то снов у вас будет намного больше. И женщинам так не нравится, когда я рассказываю об этом. Because they finally trained their husband to sleep on his side. Again. Because they have finally trained their husband to sleep on his side. So that he does not snore so loudly as he sleeps on his back. So that he does not snore so loudly as he sleeps on his back. So that he does not snore so loudly as he sleeps on his back. But there are some people who toss and turn in their sleep. And when you do that, you change scenes in your dreams. И таким образом у вас как бы сцены, образы меняются во сне. So you will start a dream and you turn over and you can stop it or shift it. То есть, начался какой-то сон, вы потом переворачиваетесь. Потом у вас какие-то там перемены происходят или вообще сон заглушается. So the sleeping on your back and being still increases your ability to have a consistent dream. То есть, когда вы все так же спите на спине, и это увеличивает возможность и способность видеть. Постоянные сны, и когда так же храпение, она так же препятствует снам, сновидениям. Часто люди говорят о кошмарах или духах, которые мучают людей во время снов. В Библии говорится, если мы не простим других, то придут мучители к нам. So people that share that they have nightmares or tormenting dreams at night usually have a root of bitterness or unforgiveness. Часто люди, которые говорят, что у них есть кошмары, снятся кошмары, то в их жизни есть корень горечи. Dreams have the ability to enhance us spiritually, emotionally, and physically. И сны так управляют способность. То есть, мы начинаем как бы совершенствоваться в духовном плане, эмоциональном плане, физическом. Because they give us spiritual insights and bring clarity to us. Поскольку дают они нам духовное вдохновение и четкость, ясность привносят. They can dispel a lot of confusion in our lives. И могут рассеять какое-то смертение, суматоху в жизни. Также помогают они в том, чтобы разобраться, справиться со стрессом жизненным. Сны могут решать трудные проблемы. So if you're in a place in your life and you need wisdom, ask the Lord to give you a dream that will solve that problem. То просите Бога дать вам сон, который поможет вам решить эту проблему. Dreams can also help you to break bad habits. Также сны помогают избавиться от вредных привычек. And obstacles in your life that are hindrances. Или же каких-то других препятствий в жизни, которые вас удерживают. Dreams have an ability to release us into the creative realm. Также сны дают способность вам действовать в творчестве. Where you can hear music being played, or plays being written, or play scripts. Вы можете слышать музыку, или можете видеть готовые драмы, какие-то театральные представления. So those of you that have creative gifts, this is a wonderful way for you to receive heavenly revelation to bring an enhancement to those gifts. То есть это очень замечательный способ, каким образом принимать небесные откровения в жизни. То есть сны вас переводят на более высокий потенциал в жизни, уровень потенциала в жизни. Dreams also enable us to see who we really are. Также сны показывают нам, кто, кем мы являемся на самом деле. Because it will mirror who we are in our dream. И во сне мы как в зеркале увидим себя. But a lot of times you won't be looking at yourself, you'll be looking at somebody else in the dream. Но часто во сне вы не будете себя видеть, но кого-то другого. And maybe you'll see a character flaw, or a bad habit, or something that you don't like in that person. И вы видите какой-то недостаток в характере, или плохую привычку, то, что вам не понравится. Очень часто мы начинаем в такой момент говорить, о Господь, спасибо, что ты мне показал это, я буду молиться за этого человека. И Дух Святой скажет, да, молись. И когда будешь о них молиться, о себе не забудь помолиться. Потому что я показал тебе этого человека, потому что ты такой же самый. И очень часто, как бы, жестоко они правдивы, эти сны и истинные. И часто можете видеть других людей в снах и думать, да, они так нуждаются в помощи. Очень часто Бог скажет, о, это ты, мое дитё. И часто я говорю, если ты мне расскажешь свои сны, то я тебе скажу, кто ты, и также, кем ты станешь, кем ты должен стать. И сны не только будут говорить о нашем сегодняшнем состоянии, но и также будут говорить о нашем будущем потенциале. И цель Бога в том, чтобы Его образ отражался в нас. И, как мы говорили, о тех механических препятствиях, причинах, как будильник, который нас прерывает, наш сон. Если возможно, то заведите будильник насколько возможно попозже. И обучите себя, как бы, развейте привычку просыпаться до того, как зазвенит будильник. Чтобы вам лучше запомнить ваши сны. Также в отношении кошмаров. Иногда Он дает кошмары, потому что мы видели сны, но мы проигнорировали их. Либо же нам приснили сны, но мы ничего так и не предприняли. То есть, кошмар Он дает нам, чтобы как-то нас потревожить и больше на наши впечатления произвести, чтобы мы что-то предприняли. И, как наука говорит, что женщины более ориентированы на детали. В плане того, как они могут запоминать детали, события, цвета во снах. И, как женщины, у них более развита правая полушария мозга. То есть, те сны, которые связаны более с творческой сферой. У мужчин более развита левая полушария. То есть, аналитика, логика. И поэтому очень трудно бывает иногда интерпретировать сон, поскольку они пытаются рассмотреть их с логики, с позиции логики. И очень часто мы будем видеть нашу подсознательную реакцию над сны. И он, Бог будет помогать нам справляться с трудными проблемами жизненными. Также я называю это сон-слово-знания. И был один человек, он специализировался на том, чтобы решать проблемы, и он нанял одна корпорация. То есть, и много бабок он собирал с того, чтобы он пришел и решил проблемы. То есть, он приходит в эту компанию, и у них проблемы с производством. И он даже не мог определить, с чем проблема связана, пока он был в офисе. И он идет домой, и он просит Бога, чтобы тот явил ему во сне, что за проблема в той компании. То есть, Бог показывает ему, что оборудование какое-то, и там выпал болт. И в результате этого оборудование неправильно работало. На следующий день он возвращается в эту компанию. И он говорит, я знаю, о чем проблема, но вам это обойдется в 10 тысяч долларов. И говорит, и вам придется закрыть производство. И говорит ему, нет, это слишком много для нас, как бы, вообще закрыться. Он говорит, ну ладно, тогда я не могу вашу проблему решить. То есть, нужно было закрыть эту все-таки линию, и руководитель все-таки приказывает, чтобы остановили. И он, этот человек, который сон видела, берет отвертку, раскручивает по четырем там углам. Снимает панель, потом берет эту штучку какую-то, которая там отвалилась. Снова закручивает на этот болтик. Снова эта панель, эти четыре, как бы, отвертка закручивает. Ну, теперь, ну ладно, давайте 10 тысяч долларов. Человек говорит, ты что, я тебе, что, 10 тысяч долларов за эти пять секунд должен заплатить? He says, no, you're not paying me for that five seconds. He's saying, you're paying me for knowing where that nut and bolt was. Он говорит, нет, ты мне не плачешь за пять секунд, ты мне плачешь за то, что я знал, где именно нужно, как бы, открыть и найти эту проблему. Поэтому ему приснился этот простой сон и решил проблему всей корпорации, компании за пять секунд. Плюс еще неплохо подработал. Поэтому, если у вас какие-то такие проблемы, то просите Бога давать сны, решения проблем. Так же, если вы наблюдаете за действующим лицом сна, и, возможно, это настоящий человек, и он очень добрый по жизни. Но во сне это абсолютно другая личность, другое поведение. То Бог, возможно, дает вам понимание, чтобы вы молились о нем. You need to pay attention to how you feel when you wake up out of the dreams. Также обратите внимание на ваши чувства и эмоции во время пробуждения. What is the emotion that you're experiencing? Какие эмоции вы испытываете внутри себя? Puzzled, bewildered, happy, sad, angry. Счастливый, грустный, злой, озадаченный. Because these are going to be important indicators to help you solve your dream. Поскольку это очень важный ключик к разгадке вашего сна. Also pay attention to the setting or the context. Where does the dream take place? Также обращайте внимание на контекст или окружающую обстановку, где вы находитесь во сне. If you're traveling in your dream, a lot of times it's talking about the journey of life. Будь то вы путешествуете во сне куда-то, это может символизировать путешествие по жизни. If you find yourself maybe in a hospital with doctors and nurses there. Либо вы находитесь в больнице, там врачи, доктора вокруг. It could be that God is dealing with an emotional healing or a physical healing. Возможно, Бог имеет дело с эмоциональным или физическим исцелением. Or it also could be a wordplay, meaning you are in need of patience. Либо же это может быть игра слов и означает, что вы должны быть в состоянии терпения, ожидания. Because you find patience in hospitals. Поскольку эта игра слов на английском языке означает, как бы пациент это тот, который терпит, терпеливый. Sometimes you're going to find yourself in a school setting. Maybe you'll dream about MJBI. Либо, возможно, у вас сон снится про MJBI. And you come and they pass out the test. И вы приходите и раздают экзаменационные какое-то задание. But yet you can't find your pencil or your paper. А вы не можете найти свои бумаги или свои ручки. And you didn't know you were having a test that day. И вы не знали вообще, что в тот день должен быть экзамен. So you feel totally unprepared. Поэтому у вас абсолютно чувство такой неподготовленности. A lot of times when we dream about school settings, whether it's elementary or college schools, очень часто, когда у нас сны о школах, каких-то заведениях учебных. It's talking about the preparation process and schooling that we have in life. When you dream of foreign countries, sometimes it's a call for being a missionary. Or it's a call to intercede for those people. And it could also mean that God's taking you to a foreign place that's going to be out of your comfort zone. Либо же Бог может вас перевести в какие-то новые места за пределы вашей зоны комфорта. И также, когда вы видите историю во сне, подумайте о том, как вы можете назвать этот сон. И часто называют это фаза рем, сна, когда зрачки двигаются быстро. And during the night you're going to go through different 90-minute cycles of sleeping. И вы будете проходить через эти 90-минутные циклы сна. And your eyes move back and forth because your brain is watching the dream happen. И ваши зрачки будут двигаться туда-сюда, то есть вы будете наблюдать за тем, что происходит во сне. Ваш мозг будет наблюдать. And it's important that we get at least 8 hours of sleep for your body to be able to restore itself. И очень важно, чтобы по крайней мере 8 часов сна было для восстановления тела. Science has done studies that show people who don't get enough sleep age quicker. И как наука говорит, что кто недостаточно спит, стареют быстрее. And your health is not as good as it should be. They suffer from headaches and they're more prone to get diseases in their body. When you wake up, you focus on the images that were in the dream. Write down the title, the date, the time. Note the settings and the characters that are in your dream. Также заметьте окружение, которое было во сне. And like the book of Daniel says, write down the main facts. There are other things that can hinder your dreams, such as even prescription drugs or alcohol. Есть также другие средства или как бы вещества, как алкоголь или же медикаменты, которые будут мешать вам видеть сны. Things like depression, fear or anxiety will prohibit your dream life from increasing. Депрессия или гнев или какое-то беспокойство. With women, a lot of times the mental cycles, because of the different hormone levels being released will cause an increase or a decrease in their dreams. В отношении женщин, так это гормональные какие-то циклы или сдвиги. Также беременность. Because the hormone levels are changing as the baby is developing. eating a lot of food at night before you go to bed, that's where you get the call pizza dreams. Also, если как бы еда до засыпания, до сна, у вас будет сны, которые называются сны-пицца. Pizza-сны. Pizza dreams. Everybody says this is the most strange dream. I don't know what it means. It must be I eat pizza. Why? Why? They say if they eat pizza that they have nonsensical dreams. Nonsensical dreams. strange dreams. Съели вы еду, пиццу, и потом у вас будут такие же сны странные. So when you have heavy spicy food such as pizza, it's going to hinder your dream life. В случае потребления тяжелой пищи и такой перченой или острой. Sometimes when people say they don't remember their dreams it's because their subconscious knows what the dream means, but they don't want to recall it. часто люди говорят, что они помнят о чем был сон, поскольку их подсознание знает, что это был за сон, о чем это был сон, но как бы не хотят они его вспоминать. И как Стивен говорил, что одна треть Библии имеет дело, разбирается с нами, видениями, толкованием. И это очень хорошо соответствует тем количеством времени, которое мы уделяем сну в жизни. Мы спим одну треть своей жизни. Поэтому это время сна всей нашей жизни Бог использует для того, чтобы посещать нас. Sometimes people say that dreams are hard to understand because they haven't learned God's language of dreams yet. И иногда люди говорят, трудно понять сон, я не понял еще этот язык Божий снов. Сны будут указывать на какие-то наши слабости либо слепые пятна, то, чего мы не видим. И часто Бог будет говорить к нам через сны, чтобы спровоцировать изменения. Когда вы подумаете о толковании сна, это похоже на лук. У вас будет какое-то одно понимание, но затем может быть что-то еще более глубже. поэтому в один раз он вам скажет об одном уровне. То есть вы дальше будете молиться, искать его, он будет открывать следующие слои. Либо же он даст вам несколько снов последовательно, которые сложатся в одну историю. сны помогают решать проблемы, либо же рассказывают нам о нас самих. И вы можете отождествить сны со взаимоотношениями. Когда вы их игнорируете, они просто уходят. Но если вы запишите их и сфокусируйтесь на снах, то они будут увеличиваться. Обычно один из самых важных снов это тот, когда вы будете просыпаться и будете видеть этот сон. поскольку Дух Святой обработает все сны за всю ночь и сделает такой заключительный сон утром. И 85% всех тех снов, которые у вас есть, они у вас самих относятся к вам. Называется это внутренние сны. 15% всех снов относятся к окружающему миру или к другим людям. Это внешние сны, направленные на внешние. Очень часто те люди, которые ходатай, им снятся какие-то мировые события. И символы снов могут быть из различных сфер. из вашей настоящей жизни либо из прошлых воспоминаний. Из вашего сознательного знания либо чего-то из подсознания. И очень важно, чтобы вы начали развивать ваш личный словарь снов, ваш личный сонник. сколько вы тогда будете лучше понимать, чем ваши сны вообще говорят. Как я вам сказала, у меня обезвоживание, и потом у меня снится спрайт. Я знаю, когда такой сон появляется такой символ, мне надо побольше воды пить. 16 лет я была учителем в школе. И часто я знала, когда мне снится директор школы во сне, то Бог говорит о моих властях. И часто людям снятся собаки. Для одних людей собаки, это часть семьи. Если it has bitten you or mauled you, that means it's an enemy and something that you fear. Это что-то страшное, какой-то противник, оппонент. Поэтому у вас будет развиваться ваш личный словарь снов. Также эти символы будут различаться в зависимости от культуры, в которой вы живете. цвета здесь, которые вы можете видеть, что-то одно олицетворяет, у нас что-то другое. Красное это значит любовь, а для кого-то может значить гнев. Поэтому очень важно спрашивать Бога, что же значит этот цвет, этот символ или это число. сны дают такую способность нам исцеляться и восстанавливаться. Давать нам какое-то предупреждение и подводить нас к нашему судьбе. Исправлять нас или давать нам наставление. Какую-то информацию или совет. Также нам какой-то вызов бросается во снах. Часто когда снятся какие-то животные в снах. Это может быть символическим представлением ваших эмоций, эмоционального состояния. Допустим, сон, например, вы видите буйвол, который скачет в магазине, где продается посуда, где что-то деликатное и нежное. крупное. Либо же вы настойчивая пчела, которая суется туда, куда надо. Либо же лошадь, сильная, тот, который имеет много силы. различные качества могут проявлять, либо вы как осел можете видеть. Maybe you're very stubborn or persistent in something. устойчивы, вы чем-то упорны, чем-то как осел. So when different animals appear in your dream, look at the characteristics of that animal. Because a lot of times dreams are going to begin to show different dimensions of your personality to help you discern your true self. чтобы вы смогли сами себя изучить, понять. Также слушать голос Бога и необходимые перемены сделать в жизни. Бог к своим пророкам обращался через сны и видения и давал им послания. И своих учеников он обучал благодаря притчам. Поэтому сны и притчи они очень схожи друг с другом. То есть учил он своих учеников когда был здесь на земле с помощью притч которая несла какое-то моральное послание мораль. И в ночное время он использует сны чтобы нас учить. что-то нам сказать мораль какую-то донести. Стив mentioned the different people like the Midianite soldier and Nebuchadnezzar. Как Стивен говорил о различных людях в Библии. волшебник and Pilate who had dreams. And the scripture tells us that God is not a respecter of persons. God is li and not li and if he spoke to Moses face to face he'll also speak to us in those ways. And when he spoke to Moses face to face to us in those ways. The Holy Spirit has the ability to impart knowledge to us and into our spirit through dreams. Just like with prophecy speaks to our potential and our destiny so do dreams. What I found in my own life is if I receive a prophetic word from somebody God will confirm it to me in a dream. Очень часто бывало в моей жизни когда принимала пророческое слово от кого-то Бог подтверждал это через сон. И когда мы учимся толковать сны то нужно учиться это делать через нашего духовного человека. Если мы будем полагаться нашего духовного человека это наш разум эмоции воля душевный человек мы ошибемся духовный человек это мудрость это общение и мы не ошибемся. И природный человек душевный человек не понимает то что от духа. это 1 2 коринфянам 2 14 все это юродство для душевного человека. Но это мудрость и мудрость свой ум через Писание. И чтобы правильно толковать, правильно толкование через Писание. И чем больше Слова Божьего написано на нашем сердце, тем больше у нас будет способности понять сон. Поэтому мы будем позволять нашему обновленному уму отфильтровывать сны. Как Римлянам 12 говорится, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Когда мы поняли один сон, Бог будет давать нам следующий. И тогда Он сможет нас вести дальше и дальше. То есть Он говорит к нам через сон. Для чего это? Чтобы увидеть то, к чему Он нас призывает. Намного легче для Него говорить через образы, чем через слова. так же, как я говорила об этих числах, этих цифрах, 611 или 611. Вы не смогли понять, что я пытаюсь донести до тех пор, пока я не нарисовала это. И Он хочет использовать все наши пять чувств восприятия, чтобы дать нам понимание. И как говорится, что Иисус жил на земле, делал то, что делает Отец, копировал и абсолютно повторял то же самое на земле. Иоанна 5, 19. Поэтому, когда Иисус служил, Он видел видение, видел, что делал Отец и затем это повторял. И Откровения 4, 1-2, It says that I looked and behold, there was a door open and the Holy Spirit invites him up to see what God's going to be doing in the future. Этот автор говорит, Иоанн говорит, я увидела открытые двери, и Дух Святой приглашает, чтобы увидеть, что делает Отец. God has given us the ability to do all things through Him. И Бог дает нам способность делать все через Него. Because it's through His strength that we're able to do them. Потому что только через Его силу, благодаря Его силе мы можем делать это. И Он хочет, чтобы мы поняли, какие планы у Него для нас. Также, когда вы думаете о сне как фотография, и вы берете отпечаток в темной комнате для того, чтобы Он проявился. и все детали, все цвета будут намного четче, ярче. Когда мы проводим сон через весь процесс, записываем его, молимся о Нем, ищем Божьей мудрости. И очень часто можно просто нарисовать картинку того, что вы видели. Вы сможете лучше вспомнить о чем это сон. Part of the process of coming into understanding is writing the dream down. In another session we talked about some of the sources or types of dreams. и как мы говорим о различных источниках сна. There are warning dreams, calling dreams, direction dreams. Существуют сны, которые предупреждают, направляют. Prophetic dreams, deliverance dreams, cleansing or self-conditioned dreams. Пророческие сны, потом сны очищения нашего внутреннего существа. So dreams give us warning and prepare us for the future. Либо же дают нам предупреждение, готовят нас к будущему. The divine life of God being revealed to us in the supernatural realm through dreams. What? God is revealing himself to us through the realm of dreams. И Бог являет себя нам через эту сферу снов. And dreams are very prophetic. Сны очень пророческие. So the purpose of spiritual dreams are mentioned to us in Job 33. И цель таких пророческих снов в 33 главе Иова. It says that God is always speaking to man, but we don't perceive it. Как там говорится, Бог всегда говорит человеку, но мы не всегда это понимаем, что Он сказал. That He's going to open our spiritual ears and seal our divine instructions and dreams. Когда Он открывает наши духовные уши и дает нам свое наставление. that dreams are to turn man from their purposes and reveal God's purpose to them. Сны для того, чтобы отвратить человека от своих целей и направить его на Божьи цели. Dreams reveal possible danger so that we can escape the trap of the enemy. Также сны для того, чтобы избежать возможной опасности и опасность от врага. Dreams also reveal spiritual secrets and introduces to knowledge and information. And how the Holy Spirit helps us come into the understanding of those things. Продолжение следует...